И начнем запись. Итак. В преддверии 10 этапа. Сегодня 10 августа. Но и 10 этап не за горами. Я не пугаю, я просто напоминаю вам. Потому что это реальность. Ровно как, если бы я вам сказал, что завтрашний день уже скоро значительно ближе, чем был утром. Так и сегодня. 10 этап значительно ближе, чем был прошлый вебинар. И я так осмелюсь или смею вам сказать, что, ну, скорее всего, в ближайшее время вы получите определенные сообщения, что и как будет происходить. Потому что практически все готово. Есть только нюансы, которые сейчас пока не позволяют объявить об смене дисконта. Теперь, хотелось бы сегодня обратить еще ваше внимание на такую вещь, что я считаю очень важным. И хочу это довести до вас, кто вы сегодня слушаете или кто будет слышать, слушать этот вебинар в записи. Что, на мой взгляд, растет очень важность или даже значимость экотехнопарка. Значимость почему? Он изначально очень важный. Мы с вами неоднократно рассматривали, что не будь экотехнопарка, все превращается в добрые пожелания, в декларации и так далее. Экотехнопарк это место или это так называемый доменная печь или это плавильная печь, в которой сплавляется технология продуманная, разработанная, выношенная десятилетиями, массой конструкторов во главе с генеральным конструктором, массой испытаний, массой потерь и побед. То есть это место, где реализуется. И когда Анатолий Дуарович Юницкий, в общем-то, достаточно эмоционально говорил, прижавшись к Юнибайку после его первого прогона на трассе, что сегодня второй мой день рождения, он был очень близок к истине. Но он тогда тоже еще, ну просто, по всей вероятности, не мог осознавать, насколько важное место приобретает экотехнопарк вообще в этом проекте. И значимость экотехнопарка сегодня особенно растет. Поясню, почему я именно вывожу или выношу это на первый план. Дело в том, что настолько интенсивно сейчас идут встречи, подготовки различных визитов, причем визитов, как мы в прошлый раз с вами говорили, на очень высоком государственном уровне. Сейчас только на это хватает времени и усилий, сил для подготовки. А это значит, что значимость приходит, или вернее, скажем так, происходит наполнение или, скажем, дополнение уже бизнес-плана, который был первично принят в 2014 году, даже в конце 2013-2014 году, который обосновывал всю логику 15 этапов и технологии, или, скажем, процесс и экономические выкладки выведения технологии на уровень сертификации и сдачи экотехнопарка в эксплуатацию. Сегодня значимость, почему? В первую очередь, потому значимость очень важна экотехнопарка, что он становится плацдармом отработки все новых и новых технологий. Нам об этом, к счастью, говорят мало, но нам надо это иметь в виду, когда мы общаемся с людьми, доводим до них. Это не только то, что было когда-то запланировано. Я еще недавно смотрел бизнес-план и смотрел обоснование каждого этапа. Уже в девятом этапе сделано намного больше, чем заложено было, если посмотреть за теми строчками, которые в описании стоят, что и зная, и... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Например, буквально на этой неделе Я был в понедельник в Хельсинки Беседовал там по одному вопросу Финны хотят подключаться тоже к этой работе Выясняли, что, где, как И спрашивали, на какой стадии Я показал два ролика, они сказали, да, эти ролики сразу поясняют, где вы находитесь Именно по сертификации, как процесс идет То есть, очень важный Поэтому я рекомендую всем это тоже смотреть время от времени Пользоваться тем ресурсом, который у нас есть в кабинете Таким образом, вопросы Я хочу еще сегодня, значит, новостей Я не буду вам никакие говорить Вы и так знаете, где их смотреть Вопросы Значит, был такой вопрос из серии Он очень актуальный для всех Сегодня сейчас здесь немного людей на площадке Но, тем не менее Значит, смотрите Был вопрос, видимо, из серии Когда оплачивал кто-то За человека, который Ну, подписался, скажем так На инвестиционный пакет А сам не стал способным инвестировать дальше И тот, кто ему помогал Значит, подключаться Решил, что почему бы, например А в особенности это сейчас Начало встречаться с теми пакетами Которые с очень хорошим дисконтом Конца 2015 года Вот, они повторяющиеся пакеты И люди начали обращаться А что сделать, значит Что выяснилось, что дарить нельзя Вот, можно только родственникам дарить Ну, вы знаете, это в различных государствах по-разному Я человеку ответил Что я рекомендации не имею права давать Здесь на вебинаре Но я могу как бы дать На определенные, скажем Индикации и наводки Где искать, что искать Как этому делу относиться В первую очередь Значит, что самое простое Это практически работает во всех Юрисдикциях, ну, скажем так 99% стран Могу так сказать Полагаю, что более-менее Юриспруденция во всем мире построена Более-менее по двум-трем схемам В которых основа все равно есть база Есть общая И поэтому Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так, как сейчас слышно Меня опять выбило из сети Вы уж меня извините Есть что есть Дайте обратную связь Есть звук Прошу вас быть терпеливыми Мы находимся там, где мы находимся Поэтому возвращаемся обратно Казарату Долга Поэтому надо говорить все условия Обозначить не просто так Что Иванов, вернее Петров возвращает Или обязан вернуть Или вернее наоборот Иванов обязан вернуть Петрову В нашей ситуации Там, скажем Акции после того Когда они выйдут на биржу Например Или же даже не вернуть акции А их не вернуть никак А он обязывается эти акции реализовать По биржевой стоимости И вернуть ему Петрову Эти как бы Инвестиции Ну или как там они договорятся Понимаете И санкции Если он не вернет Потому что если нет санкций То, скажем так Лучше всего это делать Обратившись к адвокату Или же к нотариусу Который желательно Чтобы это был Нотариально заверенный договор Потому что там Родственники Иванова Потом могут сказать А он его принудил Он вообще не подписывал это И не хотел подписывать этот договор И вообще-то они там были Должны друг другу И так далее И так далее То есть все должно быть Очень четко расписано Это как возврат долга В те страны Или в те места Где есть возможность дарения Это можно сделать Как дарение Осуществить Но там тоже в дарении Будут условия Потому что Фактически Есть момент Что дарить Сегодня их нельзя Дарение считается тоже отчуждением Поэтому тут есть ограничения Дарить можно будет После того Когда акции Будут выведены На Скажем В открытый доступ Или внутренний Или внутренний рынок И поэтому В любом случае Я предупреждаю Лучше всего Делать с нотариальным Договором Поэтому Общих решений нет В каждом отдельном случае Надо рассматривать отдельно И лучше все Обращайтесь к юристам А не выдумывайте сами Так Теперь был вопрос Был вопрос Дорогие друзья Кто и как Устанавливает цену На акции На внутреннем рынке Смотрите Значит Здесь могу сказать Следующее Что Компания В первую очередь Это компания Мы об этом уже говорили Но я обещал Что я минут 5-10 Этому делу Уделю На каком-то из вебинаров Вот Этот вебинар настал Значит Зависит от чего В первую очередь Зависит от компании От какой компании Это от компании Смотрите Значит Я еще одну вещь Буду сегодня Пояснять Это От компании Стоп Это от компании Зависит Евразия Рейлс Кави Системс Холдинг Вот она здесь Смотрите Вот она От этой компании Или от этой компании Чьими акциями Мы оперируем В наших инвестициях Или от одной Или от другой Зависимость от того Чьи акции Значит Будут на внутренней Биржи Они будут идти И другие Скорее всего Когда внутренние биржи Или внутренняя продажа Купля-продажа Начнет осуществляться От чего Зависит цена Как задан вопрос Да Или кто устанавливает Цену на акции Одна цена Или так называемая Номинальная цена На них установлена При учреждении Компании При выпуске акций Это одна акция Один доллар Теперь мы знаем Что существует Дисконт И этот дисконт Определяет Сегодня Скажем так Уровень Нашего интереса К этим инвестициям Мы инвестируем Или я инвестирую Сегодня Один доллар В залог Я получаю Условно говоря Сто акций Один к ста И фактически Если я умею считать А я умею считать И 99 Или 101 Процент Из нас Тут же умеют считать Когда это в нашу пользу Что фактически Это так называемая Себестоимость Моей инвестиции Одного доллара Это Скажем Один к ста Это один доллар Деленный на сто Понимаете Да Вот если это отношение Этого Дисконта Один к ста Поэтому Это очень важное Значение Имеет дисконт Теперь От чего цена Будет зависеть Предположим Компании Евразиан Рейлс Каве Системс Или Евразиан Рейлс Каве Системс Холдинг 2 Одна или другая Которую я вам показывал Они Будут это делать С 10 С 11 Этапа Чем дальше Тем лучше Потому что Дисконт Уменьшается У людей Появляется Больше потенциала У обоих сторон Появляется Больше потенциала Понятно Да То есть Компания Получает Возможность Выкупить Обратно Акции У Значит Инвесторов Которые Получили В качестве Залога И Оплатить Меньше Чем Дисконт Сейчас Или скажем По меньшей Стоимости Чем По дисконту На Конкретном Внутреннем Нашем рынке Да Вот На тот момент На 11 Этапе Это уже не 1 к 100 А допустим А 1 к 50 Там Или на 12 Этапе 1 к 50 А кто-то У кого-то Там был Еще Выше Этот дисконт Когда он Обретал То есть Тому Кто Сдает Свои Акции Тоже Уже Выгоднее И Компания Это Выгоднее То есть Она Получив Эти Какое-то Количество Акций Сможет Их Третьему Лицу Дальше Реализовать Не брать Новых Акций С полки А эти Возвращенные Акции Продать Определенную Сумму Вернуть Отдать Тому Кто Их Как бы Продал Или Сдал Компании А Определенную Сумму Положить Себе В качестве Прибыли Уже Уже Прибыли Потому что Третьему Лицу Эти акции Будут Реализованы По большей Стоимости Поэтому По себестоимости Больше Поэтому Под инвестицию Уже Большую Поэтому Скажем Подводя Черту Я хочу Сказать Что Цена На Акции Устанавливается В зависимости От вилки Дисконтов И От того Какова Это Вилка Дисконтов На конкретном Этапе И она Устанавливается Компанией Которая Объявляет Вот этот Как бы Возврат Акций Обратно И Теперь К теме Нашей Сегодняшней Беседы От ролика Включилась Музыка Сейчас Посмотрим Что там За музыка Включилась От ролика Не может Включиться Выключен Ролик Выключен Ролик Выключен Все ролики Выключены Все ролики Выключены И Абсолютно Ролики Выключены Вот И поэтому Сегодня Мы Значит С вами Смотрим Что у нас Дальше Получается Ну вот Я оставил Фотографию Которую Я Все время Буду говорить Это Мы за землю Сегодня в ответе Скажут спасибо Завтра Нам дети Я Буду это постоянно Напоминать Дорогие друзья Потому что Наш проект Однозначно Направлен Именно На этот Лозунг На этот Призыв И он Мною снят В Минске На одном Из проспектов И хочу Дальше вам Показать Интересный Тоже В какой-то степени Посленно Связан С нами Это Видите Здесь Вот Такой Электроавтобус Который Сейчас Скажем так Городской Муниципалитет Города Таллина Пускает Робот Управляет Этим Автобусом Они Болтаются По линии Это по трамвайной Линии Он едет Здесь видно Да Вот Больше Они не решаются Очень много проблем И провальный Абсолютно Проект Но Методично С методической Идиотов Я прошу прощения Этот проект Здесь сидит Человек Который Следит За этим Микроавтобусом Или за этим Автобусом Значит И Нестыковок Целый Ворон Что я хочу Сказать Это Позавчерашний День Пытаются Один Сегодняшние Одежды Ничего Более Да Может быть Он И Нормально Работающая Модель Но В условиях Абсолютно Скажем Ограниченных На какой-то Выставке По какому-то Конкретному Маршруту Или По конкретной Дороге На которой Никто больше Не болтается Кроме Значит Детамов Автобуса И может быть Еще кого-то Но не на такой Сложной Транспортной Системе Как городская Улица На которой Двигаются Трамваи Автомобили Велосипеды Переходят Ее Пешеходы И так далее Уже Целый ряд Ситуаций Люди Уже Городские Граждане Начали Следить И Целый ряд Таких мест Где Значит Он не останавливается Перед От того Что пешеход Переходит Улицу Ему Пофиг Дым Он дует Пешеходы Отскакивают От него Он правда Слава Богу Не с большой Скоростью Ездит Там 15-20 Км в час Говорят Да Но тем не менее Его стоимость Вот этой Маленькой Штучки 100 тысяч И так далее И так далее Граждане Города Вообще В экстазе В полнейшем От этого От этого Испытания Но это так вам Для развлечения Дорогие друзья Идем дальше Смотрите Я возвращаюсь Обратно К тем Моментам Которые мы Прошлый раз С вами Разбирали И это Именно Там Ну ясно Что до февраля 6-7 месяцев Общение с главным Государством Поддержка На высшем уровне Это очень важно Это Я возвращаюсь К тому Что Рассказывал Брно Сергей Сибиряков И здесь Красным Добавлено То что Значит Я хочу Вам Сегодня Пояснить Прибыль От акций Он Там говорил Очень четко Прибыль От акций Евразин Рейлс Кавиа Системс Холдинг Евразин Рейлс Кавиа Системс Холдинг 2 Не сопоставимо Больше Прибыли От адресных Проектов Но Такой Возможность Инвестировать Корневые Компании Транспортной Технологии Не будет Больше Никогда В ближайшие Я дописал 25-50 лет Давайте Вот разберем Как говорится По ящикам По инженерному Что это такое И откуда Здесь ноги растут Вот смотрите Механизмы Источники Накопления Прибыли Для дивидендов До сих пор Это рассказывал Вам размахивая Руками Здесь Но Разложил Можно сказать Абсолютно По ящикам Есть Глобал Транспорт Инвестмент Это Головная Компания И есть Её Дочери Или так Называем Компании Которые Которые Значит Она Глобал Транспорт Инвестмент Она Владеет Корневая Компания Или Вернее Она Владеет Технологией Как Здесь Написано Смотрите Не Не Инвестировать В Корневые Компании А Корневыми Компаниями Компании Владеющие Корневой Компании Владеющие Этими Технологией . Являются Вот Эта Следовательно, в них инвестировать можно пока только сейчас, становясь через инвестиции, становясь через залоговые акции, становясь акционерами вот этой или этой компании. Здесь уже закончился лимит акций для инвестиций, остались свободные акции 50% плюс 1 акция. Здесь процесс идет, сейчас за счет этих, и здесь мы потихоньку продвигаемся к тому, когда и здесь будет 50% минус 1 акция, уже выданы под инвестиции. Кто-то сейчас задавал, а сколько сейчас выдано? Да бог его знает. Не важно, главное, что процесс идет и еще только впереди 10 этап. Теперь, как образуется прибыль и от чего она зависит, когда мы акционеры вот этой или этой компании. Смотрите, любой проект от первого до 101 или до миллиона первого туда дальше, слева направо, является прибыль от этих проектов, она формирует суммарную прибыль от всех проектов Global Transport Investment, GTI. Что происходит дальше? Отсюда выявляется эта суммарная прибыль, от нее уходит 20% от всей этой суммарной прибыли на дивиденды. Куда на дивиденды? В компанию Евразин РСКВС Холдинг 2, Евразин РСКВС Холдинг. То есть пропорционально тем акциям, которые сюда вложены с этой стороны этой компании. Следовательно, что эти две компании делают? Они ничего больше не делают, у них нет хозяйственной деятельности, у них расходы абсолютно минимальные только на содержание компании. А это годовой налог в пределах 3000 долларов Британской Вирджинии и поддержание бухгалтерской документации, содержание реестра акционеров. Это вообще минимальные, считающиеся абсолютно минимальными расходами. Поэтому практически больше, 99,9% вот этой суммы дивидендов поступают сюда и сюда. И это фактически является базой, является прибылью уже этой компании. Дивиденды, поступившие отсюда, это прибыль этой компании. Теперь оттуда вычтем вот те расходы, которые я сказал, образуются дивиденды этой компании и дивиденды этой компании. Соответственно, это есть база того, с чего получают акционеры дивиденды. То есть мы с вами. Теперь, сколько здесь этих проектов наверху будет, они все подают сюда. Какая разница от адресных проектов и почему это как бы, ну, несоизмеримо больше, вот эта суммарная прибыль? Естественно, потому что, смотрите, сколько здесь проектов. А что происходит, если мы сравним с конкретным проектом? У меня сюда не все поместилось, ну ладно. Смотрите, значит, проект X, вот он, один проект, рассмотрим. Вот отсюда только один проект, вот он один, остальных нет. Что происходит, когда мы говорим об одном проекте? От этого же проекта, от адресного проекта X, прибыль, как шла, так и идет, ровно как и от первого проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ок decked from the day 1, 2 Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, теперь в этом проекте, из этого проекта, да, мы, кто мы сегодня здесь акционеры, с этого будущего адресного проекта получаем через прибыль от этого проекта, который получает Global Transport Investment. Естественно, эта прибыль составляет определенную часть от той суммарной прибыли, от которой 20% все равно пойдет. Можно сказать, что и от этого проекта 20% пойдет потом, когда год или полгода пройдет, в прибыль сюда-сюда и до конца концов, как я уже показывал, дойдет до акционеров в виде дивидендов. Но конкретных, а этих акций уже больше не предлагают. Мы находимся в той ситуации. И теперь уже из этого же самого проекта прибыль является уже доходом для компаний, которые управляют этим проектом. И там тоже есть свои акционеры. Если мы будем акционерами или кто будет акционерами этой компании, то эта прибыль как бы несоизмерима с тем, что отсюда приходит постоянно акционеры. Но прибыль все равно будет. Ничего страшного. Поэтому я эту схему сейчас показал, потому что доходы становятся прибылью от проекта этой компании. Она свои расходы оттуда, значит, доходы минус, извиняюсь, расходы этой компании, это становится прибылью от проекта этой компании. И она какие-то дивиденды в зависимости от своего устава, от акций, которые она выпустила, тем акционерам, которые инвестировали в проект X. Адресный проект X. Понятно, да? То есть, эта прибыль делится и сюда, и сюда, в любом случае. Потому что Global Transport Investment всегда присутствует в будущих всех адресных или во всех так называемых строительных проектах. Они, в принципе, уже тогда не адресные. Ну, по-всякому можно называть, которые будут где-либо в мире осуществляться по нашей технологии, в которую мы с вами вот здесь все инвестируем. Понятно, да? То есть, это маленький ручей, это поток большой, потому что сюда всех проектов будущих стекается. Это очень важно знать, и это очень важно передавать другим людям. Поэтому, возвращаясь обратно, значит, я хочу здесь сказать, что прибыль от акций, это мы с вами и разобрали. Теперь дальше. То, что здесь обозначалось, мы пойдем двумя путями. Классическое размещение акций и облигаций по адресным проектам на биржах. Это через IPO. И также размещение криптоакций в виде токенов, которые мы сможем выпускать. Мы, наша главная компания, сможет выпускать при желании на блокчейне или дакчейне. И так, может быть, на рынке ICO. То есть, открытый крипторынок или открыто предложение криптовалюты. Это наших токенов, которые мы выпустим. Они будут связаны с нашими акциями. То есть, это все очень просто в самом деле. Хотя, кажется, замысловато, когда мы просто не знаем, что там внутри стоит. И на что опираться? Как рационально действовать? Накопление компетенции. Я еще раз пройдусь, потому что это очень важно, дорогие друзья, по Skyway и управлению проектами. Новое, о чем я не говорю, это выявление лиц, заинтересованных и владеющих ресурсами. Ресурсом А, Б, В. Что это за ресурсы? В первую очередь, это информация. В первую очередь, это компетентных людей, владеющих людьми, которые компетентны в чем-то, в каких-то там проектах, владеют информацией и так далее. И третье, это, скажем так, административный ресурс. То есть, выявить этих людей нужно. В противном случае, очень тяжело, как бы, вписываться и встроиться в проект и стать, скажем, инициатором этого проекта, достойным инициатором. Выявление лиц, заинтересованных и владеющих ресурсом. Об этом мы не говорили. Принятие решения о своей роли и о партнерах. Кто становится партнерами? Потому что, скажем так, собеседников может и всегда есть масса. Но очень четко надо определиться, кто готовы с этим проектом идти дальше, помогать вам, становиться вашим партнером и принять вас в партнеры. Как распределяться эти роли в этом проекте, понимаете, да? Принятие решения о своей роли. Какая роль у вас будет, какая роль будет у партнеров, кто будет наемная рабочая сила, кто будет владельцем этого проекта. В какой-то степени владельцем самого процесса создания управляющей компании по проекту. Это может быть через компанию инициирующую, то есть промежуточную, мы об этом говорили в прошлый раз, или прямо управляющую компанию. Так, дальше было все ясно, об этом мы говорили. Дальше, что я еще здесь в процессе сейчас выяснил, что надо бы вам показать. Составление исходного задания на инициацию адреса, заключение договора о вашем участии в проекте. С кем заключать этот договор? Если вы заинтересованы, в первую очередь это на Газглоба Транспорт Инвестмент. И между партнерами всегда очень важно на этапе составления исходного задания на инициацию адресного проекта, на ее работу, которому нужно, всегда составить соглашение или договор о вашем участии в этом проекте, кто соберется. Да и это всем интересно, чтобы не по домысливанию, я думал так, я думал так, а мы собирались так. И очень важно знать, Глобал Транспорт Инвестмент, GTI всегда зафиксируют свой интерес. Поэтому надо очень четко знать, откуда это идет. Смотрите, значит, вот здесь на схемы в прошлый раз смотрели. Вот фирма, если создается фирма, ведущая подготовку проектов, инициаторы проекта, о чем договариваются соглашения? 25%, например, вот в этой фирме доля людей, кто здесь, но, извините, они между собой должны были уже договориться, что и как заключение договора. Сколько, кому, где, как, кому здесь, смотрите, кому там в этих 20% или 25%, кому 10%, кому 15%, или кому 20%, и кому 5%, и так далее. То есть это, и что, не просто кому 5% или 20%, а что он вкладывает в этот проект. Это очень важный момент. Зачастую бывает так, что вроде договорились, вложили, а потом начинает выясняться, что он сидит с 20% и поплевывает потолок, а с 5% все бегают и работают. Да, если вначале так договорились, то так и будет, но желательно определять позиционно, на этапе, когда идет появление участия, доля участия, и то, какова ответственность, и с чем кто входит, и какой ресурс он поставляет. Я же не случайно здесь вам говорил, дорогие друзья, вот здесь. Спасибо. Ну так, друзья, в очередной раз выбило никаких. Что такое доходы от проекта и в чем отличие от прибыли? Сергей, слышно меня, да? Дайте знать обратную связь, я вам отвечу на вопросы. Людмила, значит, давайте я вам сейчас отвечу на вопросы, друзья, и мы будем сегодня закрывать, потому что что-то тут с Мирополисом не то творится. Это понятно, так? У нас сегодня в Фейсбуке за мэро таким... Ага, ясно. Вот вопрос, будет ли стоимость акции после закрытия корневой? Ну, вы знаете, дорогие друзья, на момент закрытия или последний этап он будет не стоимость акции, а так называемая дисконт будет. Дисконт будет очень четкий, посмотрите в документах, он там, по-моему, 1 к 20, самый низкий, самый высокий, 1 к 40, по-моему. Вот в этом промежутке вилка будет. Я могу сейчас ошибаться, но суть не в этом. Вы можете посмотреть по 15 этапам, когда разберете, на 15 этапе каков дисконт. Это и есть так называемая расчетная стоимость инвестиционной инвестиции в акциях выражена. Теперь стоимость акции, она проявляется только после того, когда... Это не стоимость, это себестоимость акции. Стоимость акции, если вы будете ее продавать. А продавать вы можете тогда, когда будет открыт рынок внутренний. Или же, скажем, до конца 15 этапа в любом случае рынок внешний не будет. Мы не сможем туда выйти, просто нет таких условий. Только единственное, что внутренний рынок. А от чего зависит стоимость на внутреннем рынке, я вам уже говорил в начале. Так что мы туда и вернулись. Опять напортачил. Да, напортачил. Провайдер, как долю будет составлять прибыль от проекта? От чего? Так, тут был вопрос. А он зам по инновациям в мире. Так, после закрытия. Прибыль от проекта, от его общей стоимости строительства, какую долю будет составлять прибыль? Алексей. Значит, смотрите. Что такое доход от проекта? В чем отличие? Да. Хорошо. Спасибо, что вы спрашиваете. Значит, прибыль... Давайте посмотрим этот... Прибыль от проекта. Прибыль от проекта 1. Это сумма, которая получается после вычета доходов, полученных в этом проекте за год. Расходов. Это есть прибыль проекта 1. Что есть прибыль, суммарная прибыль от всех проектов Global Transport Investment? Это есть суммарный доход от всех проектов доход. Вот эта прибыль для Global Transport Investment является доходом. Обычно доля прибыли в проекте колеблется в зависимости от проектов от 5 до 15%. Но это очень большой. Сейчас целый ряд проектов, когда прибыль 2-3%, 5% это уже хорошие, 8% это очень хорошие, 10% это шикарно. Расчетная прибыль обычно закладывается от 5 до 10%. Вот и считайте, какова это прибыль, которая в проект закладывается, что у него должна быть прибыльность. Поэтому можно сказать так, условно говоря, что Global Transport Investment закладывает во все проекты доходность от 5 до 10% от стоимости этих проектов. Понятно, да? Это можно всегда так считать, обычно так и считают инженеры. И это есть суммарная прибыль будет от всех проектов. Вот это есть. И точно так же дальше. Для этой компании прибылью являются дивиденды, которые эта компания выплатила ей, потому что они не ведут хозяйственной деятельности. Если сама эта компания ведет, то эти компании, извиняюсь, я верчу тут клет, то эти компании не ведут хозяйственной деятельности. И для них доходом всегда является, и прибылью их является, и время дивиденды является их, как бы, это прибыль дивиденды, прибыль этой компании, вот эти 20%, да? Является их доходом, доход этой компании, дивиденды, прибыль из этой компании, да? Из этого дохода, доход, он пришел, с него расходы, как я говорил, вычитаются, и это становится дивидендами уже тех, кто мы здесь акционерами являемся. Они рассчитываются таким образом, общая сумма делится на количество акций, и приходится, какая сумма дивиденда приходится на одну акцию. Что такое доход от проекта, и в чем отличие от прибыли? Понятно, доход это все, что пришло от проекта, все, что пришло, все, оплатили там построительство, оплатили проектирование, оплатили какие-то металлы, оплатили там любой ресурс. Теперь мы, или эта компания заплатила за то, что она от кого, она же не сама произвела, рассчиталась с теми покупками, которые она сделала со стороны, и все остальное является ее прибылью, по конкретному, из этих доходов полученной. Обычно закладывается, как я уже говорил, где-то от 5 до 10 процентов, иногда и больше, разные проекты бывают, более доходные, менее доходные. Ага, Валентина, започитайте в интернете, понятно, спасибо. А где можно сказать ваши слайды, чтобы изучить, а то я опоздал. Андрей, я сейчас здесь их выставлю. Здесь сейчас будет, если вы посмотрите, справа есть возможность, я этот слайд, я это тоже поставлю сюда, сейчас он будет вам доступен. Вот, посмотрите, адресные проекты 10.08.17, 5 мегабайтов, Владимир Маслов. Здесь внизу есть разрешить участникам загрузку своих ресурсов. Все, у вас есть возможность разогрузить эти ресурсы. Эту я уберу отсюда. Окей, справку надо убрать. Ну вот, таким образом, дорогие друзья, я сегодня, наверное, буду заканчивать, потому что... Вопросы есть у вас еще или нет? Потому что что-то у нас сегодня барахлит, избивает меня с толку, заключение. Так, это я все сказал, это тоже вам рассказал. И напоследок, в первую очередь, какой свой вклад в общее дело я еще могу сделать? На сегодняшний день мы находимся на девятом этапе. Я, ты, он, она, вы. Задаете вопрос, что я делаю? Как я делаю? Это может одно, два, три дела быть. Когда я делаю? По отношению к этому проекту, по отношению к инвестиции, по отношению к своему развитию, дорогие друзья, в этом проекте. Потому что от нас зависит этот проект. Если мы тупо сидим, поглядываем, что происходит, вращаем своими глазами, крутим головкой и сами ничего не делаем, а только констатируем. Это один подход, это хуже, чем пассивный доход, пассивный подход. Потому что мы не участвуем, мы даже не соучаствуем в этом деле. Мы просто констатируем. Но, тем не менее, мы влияем на проект в лучшую сторону, кстати. Когда мы начинаем проактивно влиять, а это значит, начинаем действовать, инвестировать, начинаем не обязательно инвестировать. Инвестированием является и участие в вебинаре, инвестированием является и чтение книги Веницкого, любых других книг, своего, скажем, недопонимания в интернете просмотреть, что такое прибыль, что такое доход и так далее. Разобраться, друзья. Иначе мы топчемся в позавчерашние дни. Какой ресурс я для этого имею? Весь ресурс, Google знает все. Правильно, постоянно здесь мои коллеги говорят, что посмотрите в интернете, что мне для этого еще нужно? Что мне для этого еще нужно, чтобы что-то вот это сделать? Снова, что, когда, как, когда, какой ресурс для этого имею? Что мне надо еще для этого привлечь? И так вот, постоянно крутитесь. И будет вам счастье, дорогие друзья. Правильно я понял, что часть прибыли оператора после строительства уже на стадии эксплуатации будет отчисляться в корне. Ну, конечно, потому что у корневой еще будут и так называемые дочерние компании, которые будут заниматься эксплуатацией. Не обязательно 100%, Алексей, не обязательно 100%. Там есть, ну вот смотрите, Алексей, здесь очень просто видно вот из этого. Есть управляющая компания, видите? Вот она, управляющая компания здесь. Все будет в нее поступать. Если еще не будет создана какая-то другая, это управляющая компания проектом, а есть еще, она создаст в процессе своей работы еще компанию, так называемую эксплуатационную компанию. Вот из этой компании, да, будет поступать тоже еще плюс туда в этот, в Global Transport Investment. Абсолютно правильно. Да, да. Не у заказчика, не только у заказчика, а и у Global Transport Investment, который является со-заказчиком или он является генеральным подрядчиком. Все правильно. Так, дорогие друзья, поэтому я сегодня еще раз благодарю вас за внимание. До скорых встреч. И будем разбираться, что с Мирополисом делать. Что-то он сегодня нас очень сильно подвел. Желаю вам всего доброго. До скорых встреч. Береги себя. Заботьтесь о близких. Строите сковей. Спасаем планету. Всего доброго. До встречи.